Продолжаем курс Blender для пользователей MMD. Для того, чтобы установить аддон в Blender, необходимо для начала этот аддон иметь. Я покажу на примере MMD Tools. Ссылки в описании. Аддоны чаще всего заархивированы, но бывает, что весь аддон это одинокий скрипт в формате Py. Стандартный формат для Python скриптов. Если вы нашли такой аддон, то просто скачайте его или скопируйте. А затем вставьте текстовый редактор, сохраните и измените расширение на Py. MMD Tools это архив. Скачиваю его с гитхаба. Вы можете скачать по моей ссылке в описании, и тогда вам не придется мучиться с подготовкой этого архива. Вижу, что здесь есть лишние файлы. Для того, чтобы установить первым способом, вы должны извлечь отдельную папку и переархивировать ее. В ином случае используйте второй способ. Архивы, которые подготовила я, готовы к установке. Первый способ в Blender 2.79. Переходим в файл User Preferences или Ctrl-Alt-U. Вкладка аддоны. Нажимаем Install From File и ищем архив с необходимым аддоном. Жмем Install From File. И если не появится никаких ошибок, значит мы все сделали правильно. В противном случае с архивом что-то не то. Но это еще не все. Теперь нам нужно включить аддон. Если он не нашелся автоматически, введите его название в поиске. На крайний случай можете нажать Testing, вдруг этот аддон там. После этого нужно нажать галочку. Чтобы при перезапуске Blender наш аддон оставался включенным, нажмите Save User Settings. Скорее всего ваш аддон установился по длинному адресу, который вы видите на экране. Насколько я понимаю, установленный таким способом аддоны можно удалить, нажав Remove. Есть еще один способ. Разархивируйте содержимое или переместите скрипт в папку по адресу, который вы видите на экране. Затем вернитесь в Blender, нажмите Refresh и отыщите нужный аддон. Сохраните настройки, если это необходимо. В версии 2.8 все практически так же, только немного с другим интерфейсом. Единственное, что настройки пользователя находятся не в меню File, а в меню Edit. Но это даже незаметно, если использовать комбинацию Ctrl-Alt-U. Оба способа работают и с версией 2.8. Только не запутайтесь в версиях, потому что не все аддоны для прежних версий будут подходить для новых версий Blender. А теперь немного об аддоне MMD Tools. Его можно найти на T-панели слева, отдельной вкладкой. Кстати, где именно находится аддон, можно посмотреть здесь. Но еще лучше почитать документацию, если она есть, чтобы разобраться во всех нюансах. В версии 2.8 аддоны находятся вот здесь, справа. К этому нужно привыкнуть. Но вернемся к MMD. Я также установлю MMD Tools Helper для версии 2.79. Теперь у нас есть две вкладки, которые помогут нам импортировать и экспортировать файлы в формате PMX. А также VMD и VPD. Подробнее об этом поговорим в других уроках. А на сегодня все. Субтитры сделал DimaTorzok